Продукт с тысячелетней историей, ставший популярным во многих кухнях мира. Упоминания о сале встречаются в записях древнеримских историков. Самый знаменитый рецепт его приготовления прячется в сердце Апуанских Альп, итальянском хуторе Колоната. В городке издревле добывают известный на весь мир мрамор. Во времена Римской империи каменщики брали сало с собой на работу. Позже продукт вышел из разряда еды для бедняков, а в конце 20 века изобретение итальянских поваров было запатентовано. Мраморные ванны, которые они сами добывали, там, мрамор, полосы сала, которые приводились из пармы, настирались маской солью, розмарином, то есть разместительными травами, и слоями укладывалось в этих ваннах и накрывалось там до полугода. Спустя полугода сало, говорит, там, нежнейший вкус, аромат. Многие скажут, что они прав, что сало – это Украина, да, то есть больше всего – это Белоруссия. Да, у них это культ. Музеи по салу открывают, хотя они занимают 13 место. Я даже проверил по употреблению сала. Сало считается источником незаменимых животных жиров. В прослойке сконцентрированы биологически активные вещества и антиоксиданты. Полиненасыщенная арахидоновая кислота обладает целым комплексом полезных действий. Она улучшает мозговую активность, стимулирует работу почек, сердца, нормализует показатели крови и выводит из нее излишки холестерина. Яичница с салом считается деревенским завтраком. Услышать утром шкворчащую сковороду – значит проснуться в хорошем настроении. К обжаренному салу добавьте нарезанный лук, а затем яйца. Не забудьте помешивать. В конце приготовления добавьте измельченную зелень. Блюдо подавайте горячим. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!